Декатлон меня обманул. Ой, я кое-что забыл. Большинство видеороликов про гамаки начинается со слов о том, что вы неправильно лежите в гамаке. Да, вот так неправильно. Чтобы выпрямить спину, вам нужно лечь под углом. Вот так. Так, кстати, тоже правильно. И так тоже. Что ж, обязательная программа Ликбеза выполнена. Теперь можно рассказать свои впечатления о гамаке из Декатлона. Это самый маленький из доступных в Декатлоне вариантов. Сначала о весе. Заявлено 540 грамм. Да, разница великовато для допустимой погрешности. А дело вот в чем. Смотрите. Это просто какое-то собрание сочинений, пришлито к гамаку. Отрезаем. 15 грамм. Ах да, вот еще довесочек. Итого, общий вес 544 грамма. В комплекте идут две веревки, каждая по три метра. И отдельно они весят 150 грамм. Итого вес только гамака 393 грамма. Что уже неплохо, с учетом того, что веревки, идущие в комплекте, нелегкие и совершенно не дружелюбны к деревьям. Так как будут оставлять следы. Для гамака нужно использовать плоские стропы, если вы не хотите, чтобы измученные деревья приходили к вам в кошмарных снах. Минимальное расстояние, на котором гамак может быть растянут, примерно 280 сантиметров. Что делает его отличным вариантом для маленькой квартиры или балкона. Этот гамак мне понравился прежде всего очень приятным на ощупь материалом. Выглядит достаточно прочным, и, думаю, заявленный максимальный 110 килограмм точно выдержит. Конструкция очень простая и симметричная. Просто кусок ткани с веревками. Конечно, это не профессиональный гамак для походов. При цене меньше 20 евро главное его назначение – кемпинг и отдых на природе. Однако при желании можно его рассмотреть и для ночевок. Но при отсутствии комаров и наличии тента в дождливую погоду. Но помните, что даже при непродолжительном отдыхе в любом подобном гамаке вы будете чувствовать холод в спине. Поэтому для длительного отдыха вам необходимо удеплить гамак снизу при помощи теплоизолирующего материала. Подойдут туристические коврики, надувные и нет, которые кладутся внутрь, или специальные андерквилты, которые вешаются снаружи. Гамак имеет карман, который играет роль чехла. При необходимости веревки тоже помещаются внутрь. Если вы выбираете гамак для кемпинга, думаю, что вам уже достаточно визуального ряда, чтобы принять решение. Если вам нужен походный гамак для ночевок, то вы явно должны рассмотреть что-то другое. Хотя по правде сказать, если вы способны ночевать в простом, симметричном, не изолированном от комаров и дождя куске ткани, подвешенном на веревках, то почему бы нет? Значит, вы скорее всего просто пришли сюда узнать вес гамака без веревок.